Сарёй, небесный, утешителю души истины, И жизнь, сын и ся, и страняй, Сотровище, горимый, жизни, полнателю, Приедите все лица в нын, И очистили во всякой остерной, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дорога к храму» и с вами ее ведущий священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей видновского благочиния. В день преображения Господня главный храм поселка совхоза имени Ленина отметил престольный праздник и первый юбилей – пять лет со дня начала регулярных богослужений. В этот день посетители ожидали не только божественную литургию, но также угощения и праздничный концерт. Преображенский храм поселка совхоза имени Ленина построен совсем недавно. 7 апреля 2012 года состоялась закладка храма, а уже 19 августа 2013 года начались регулярные богослужения. За эти годы храм стал местом притяжения для многих христиан. В праздничный день преображения Господня состоялись божественная литургия и крестный ход, на который пришли не только жители поселения, но и гости со всего Ленинского района. В праздничных мероприятиях принял участие благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин. Он поблагодарил всех, кто своим трудом на протяжении нескольких лет помогает храму, а также вручил грамоты за жертвенную помощь. И, конечно, поздравил прихожан с праздником. С праздником нашим престольным, с праздником преображения Господня. Сегодня мы вспоминаем события, которые произошли на Павловской горе, когда Господь показал некоторым из своих учеников свое божество, свой божественный свет. Преображение Господня также именуется яблочным спасом. Начиная с 19 августа полагается собирать новый урожай. Освящение плодов прошло на территории перед храмом. Десятки корзин с яблоками были розданы прихожанам. Также угощали пирогами и морсом. Для детей были организованы мастер-классы и подвижные игры. Многие в этот день отметили добрую и светлую атмосферу праздника. Сегодня все в таких белых и голубых одеждах. Это тоже символ чистоты, символ праведности. Мне очень приятно, что я в этом храме сегодня все-таки, несмотря на то, что я агроном и у нас идут полевые работы во все, все-таки я выбрала время и пришла на этот праздник. Потому что этот храм замечательный. Для прихожан в этот день состоялось выступление местного народного хорового коллектива, а также концерт православного автора-исполнителя Станислава Бартенева. Атмосфера, которая в этот день царила на территории церкви, создана его служителями. Во время основания храма настоятелем был назначен иерей Николай Берсенев. И под его руководством все пять лет храм постоянно преображается. Все вместе стараемся жить как единая дружная семья, как приход. И вот сегодня, как в принципе и всегда, мы пытались создать такую вот атмосферу добрую, хорошую, дружескую, чтобы люди отдыхали душой, чтобы они почувствовали, что в церкви с Богом жить хорошо. С уверенностью можно сказать, что в этом храме хорошо всем. После праздника каждый смог унести с собой немного яблок и пирогов, чтобы угостить родных и близких, и в семейном кругу отметить один из первых праздников урожая. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Православные верующие отметили один из 12 главных праздников церковного года – Успения Пресвятой Богородицы. А для Успенского храма, города Видное, это еще и престольный праздник. Здесь состоялась праздничная божественная литургия и крестный ход. В праздник Успения Пресвятой Богородицы в этом храме особенно много прихожан. Это один из великих и почитаемых дней в году. Православные вспоминают кончину Божьей Матери и вознесение ее к Богу. После божественной литургии православные прошли таинство причастия во исцеление души и отправились крестным ходом вокруг церкви. Для прихожан это радостный праздник. Успение означает как смерть, так и сон. И это совсем не окончание жизни, а очищение души от грехов. Дева Мария молилась о том, чтобы она поскорее увидела своего сына и была все время возле Него. Ее молитвы были услышаны, и однажды она вознеслась на небо. Это поистине главный праздник прославления Божьей Матери, потому что после своей земной смерти она стала царицей неба и земли и нашей всемощной покровительницей и заступницей. Именно поэтому праздник Успения радостен для сердца любого верующего человека. Вы знаете, я в восторге от этого праздника. В Успенском храме сложилась необычная традиция угощать прихожан мороженым. Даже в пост здесь можно увидеть любимое для многих лакомство только постное. Это традиция нашего храма. Мы после службы каждого прихожанина угощаем мороженым. В знак любви, нашей любви к своему приходу. Здесь сложилась дружная приходская семья. И помимо постоянных прихожан у нас есть и воскресная школа детская, и воскресная школа для взрослых. Воспитанники воскресных школ помогают в проведении служб и поддержании храма в порядке. Здесь чувствуется доброе и внимательное отношение к каждому. Для некоторых горожан это любимый храм, который они посещают многие годы. Можно сказать, она самая первая. И с 45-го года я, наверное, сюда хожу. Вот так я во всех побывала. Все неплохие, но это основная. Этот храм удивительный памятник архитектуры с уникальной акустикой и красивой росписью. Воздвигнутый в XVIII веке он имеет свою большую и богатую историю, чтит сложившиеся традиции. И прихожане это чувствуют. В течение всего года верующие собираются здесь одной большой семьей, чтобы отпраздновать главные церковные праздники. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. 14 октября православные отметили покров Пресвятой Богородице. В этот светлый день верующие по традиции пришли в церковь на праздничную литургию. В храме села Беседы побывала и наша съемочная группа. Престольный праздник покрова Пресвятой Богородицы один из древнейших. Считается, что он пришел к нам из Византии еще в 910 году. В этот светлый день двери церкви открыты для прихожан, которые приходят на таинство причащений. В храме Рождества Христова, расположенном в селе Беседы Ленинского района, праздник покрова Пресвятой Богородицы особо почитается. Здесь ему посвящен один из пределов. Этот праздник очень важен для верующих, потому что Божья Матерь, она постирает свой покров над нами, всеми, над нашей страной, над нашим храмом, над каждым из верующих людей, которые молятся ей. И этот покров защищает от различных вражеских нападений на человека и помогает православному христианину в его жизни. По традиции настоятель храма Отец Сергий отслужил Божественную Литургию, после чего прихожане отправились на праздничный концерт с участием воспитанников Воскресной школы. Ребята из детско-юношеского хора исполнили церковное песнопение, которое полны чувств радости и благодати. Радость небесная, о рождестве бросящей в сосуде тихой радости. Также все присутствующие услышали стихотворения, из которых можно было узнать о чуде-явлении Пресвятой Богородицы, чей благодатный покров защищает от зла и напасти. По словам юных исполнителей, для них это было волнительное выступление. Светлый праздник. Нам очень хотелось создать праздничную атмосферу порадовать зрителей. Я думаю, у нас это получилось. Один из зрителей Алексей Семин, который пришел в храм со всей семьей. С удовольствием у нас и дочки участвуют здесь. Всегда очень приятно как-то семейно получается. Концерт очень интересный, ребятки стараются подумать о чем-то хорошем, чтобы привести свои мысли в порядок. Которая тоже очень часто берет участие, несмотря на то, что он поет. Что сказать дочке старше, что такое праздник это? В этот день в светлом и радостном настроении пребывали все прихожане. Боже, благодать. Это самый дорогой, самый ценный, что может быть человек. Пришла сюда с радостью в уши, с причастием, ушла тоже с радостью. А по окончанию концерта все вышли на площадку перед храмом и выпустили в небо символичные шары. Екатерина Коваленко, Владимир Биржонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «С первых уст» у нас сегодня гость. Настоятель храма, святой великомученицы Марины, поселка Бицы, священник Павел Крысанов. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие зрители. Тема нашей передачи сегодня посвящена Священному Писанию. Отец Павел, Библия, что это за книга? Некоторые современные люди не воспринимают ее всерьез. Но действительно, способна ли она заинтересовать современного человека? Конечно, отец Михаил встречаются среди особенно молодых людей такие мнения, что Библия – это некий пережиток, ничего в ней интересного быть не может. Но если даже мы коснемся названия этой книги, мы увидим, что она таит в себе массу интересного. Ну, хотя бы потому, что на самом деле Библия – это книга без названия. Казалось бы, как так? Слово «Библия». Но говорить о том, что Библия – это название, это все равно, что сказать, что кошку зовут кошка. Ну, как-то она переводится, да? Да, дело в том, что Библия с греческого буквально означает «книги». Поэтому мы имеем такую ситуацию, что бутылка с водой красноречивой называется «вода». Но о чем говорит этот факт? Этот факт говорит о том, что Библия – это настолько популярная книга, настолько известная книга, что достаточно просто произнести книги, то есть Библия, и мы уже понимаем, о чем идет речь, что речь идет о Священном Писании. Это, конечно, говорит о огромном влиянии Священного Писания, Библии на человечество. Кроме того, очень интересен факт о том, что никто не может победить Библию, обогнав ее в тираже. Вряд ли кто знает, что каждый день, вот сегодня пройдет день, наступит вечер, а уже будет издано более 32,5 тысяч книг Библии. На разных языках, наверное, в разных странах, надо понимать. Да, мы об этом еще упомянем далее. Кроме того, можно сказать, что Библия, конечно, являлась двигателем прогресса. Мы с вами привыкли к книгам, но книга печатания появилась благодаря Библии. И первые напечатанные книги, как и в Европе, так и у нас на Руси, это были книги из Библии, книги Священного Писания. Книга Библии является двигателем прогресса. Кроме того, особенно может удивить коллектив авторов, которые трудились над Священным Писанием, над Библией. Конечно, главный автор Библии – это Бог. Но у него было множество соавторов. Книга Библия писалась на протяжении 1600 лет, начиная от 15-го тысячелетия до Рождества Христова и заканчивая Первым веком. И трудилось над Библией более 40 человек. И люди эти были очень разные. Например, цари. Давид, Соломон, пастух, пророк Амос, врач, евангелист, апостол Лука, рыбаки Петр и Иоанн, также военные вожди, как, например, Иисус Новин. И множество людей, не похожих друг на друга и никак друг с другом исторически просто не имеющих возможности пересечься. Но, тем не менее, Библия в своем главном составе, она очень целостная в своей идее, в своей мысли. Удивительно то, что начинается Библия словами вначале «Сотворил Бог небо и землю», а заканчивается последняя книга, которая была написана, как мы сказали, через 1600 лет после первой книги, словом «Аминь». То есть потерянный рай книги «Бытия» становится обретенным вновь Царством Божиим последней книги «Апокалипсис», «Откровение» Иоанна Богослова. Это, конечно, я думаю, что вполне может удивить, потому что современные авторы, если даже двое соберутся о чем-то писать, вряд ли они будут столь едины. Дед Павел, а как вот лучше начать знакомство с Библией, в особенности тем, кто никогда не пробовал ее читать? Действительно, это вопрос не такой уж и пустяшный, как может показаться. Если даже зрители сейчас послушают нас, вдохновятся рассказом о Библии и достанут с полки, собственно говоря, Библию, вот, например, такое интересное издание, кожаное, и в порыве энтузиазма решат ее почитать. Откроют ее и обретут первой книги Библии, ветхозаветную книгу Бытия. Ну, я думаю, что человека хватит ненадолго, потому что, как мы уже сказали, книга Бытия, это книга из Ветхого Завета, Ветхий Завет был написан совершенно для другой целевой аудитории, сильно не похожей на нас с вами. Человеку будет непонятно, почему и как могут быть названы праведниками двоеженцы, или как милосердный Господь мог дать заповедь око за око и зуб за зуб. Это будет непонятно современному читателю, и читать будет сложно, поэтому можно поступить хитрее, начать читать Библию не сначала. Библия делится на Ветхий и Новый Завет. Новый Завет очень часто издается отдельно от всей Библии. Вот, я принес книгу, собственно, Новый Завет, с которой сам в детстве начинал знакомство с Священным Писанием. Новый Завет. Если мы тоже его откроем сначала, нас встретит Евангелие от Матфея. С родословной Иисуса Христа, да? Да, Евангелие, надо сказать, четыре. И можно поступить еще хитрее, начать читать Новый Завет не с Евангелия от Матфея, там действительно очень сложное родословие дано Господу Иисуса Христа. Человек с первой попытки вряд ли сможет даже по слогам успешно прочитать эти имена. Поэтому нужно открыть Святой Евангелие, тоже я специально принес, оно тоже издается отдельно от всего Нового Завета. Можно открыть Второе Евангелие по порядку, Евангелие от Марка. Оно замечательно тем, что Евангелист Марк написал его буквально для вчерашних язычников, которые услышали проповедь о Христе, захотели о нем нечто узнать, ну буквально для нас с вами. Оно очень короткое, всего 16 глав и очень простое по своему изложению. Как говорится, было бы желание, мне кажется, здесь необходима работа над собой, и каждый уважающий себя христианин и просто даже интеллигентный человек должен хотя бы раз в жизни прочитать книгу Библии от начала до конца. Конечно. Не случайно Библия, вот мы говорили о ее актуальности, она переведена на огромное количество языков мира, если быть точнее, на 2500 практически языков мира и полностью издана на почти 500 языках, в том числе и на языке для слепых людей, шрифтом Брайля на 84 языках. Библия – это самая комментированная книга в мире, в частности, в Оксфордской библиотеке площадь примерно 20 квадратных метров отведена под комментарии лишь только на одно послание, первое послание она Богослова. Библия – книга удивительная, при том, может показаться, что церковь сделала так, что Библия – книга стала очень популярной. Но на самом деле в истории ни одна книга не была столь преследуема, как Библия. Не нужно даже далеко ходить, достаточно окунуться в советское прошлое. Очень известный писатель, детский, Корней Чуковский, хотел до детей донести библейские истины посредством сказок. Он написал так называемую книгу «Вавилонская башня» и другие древние легенды. Издал ее, но как только цензоры обнаружили в ней следы Библии, весь тираж был уничтожен. То есть действительно люди могли поплатиться своей свободой и даже своей жизнью за использование, чтение, хранение дома Священного Писания. Но тем не менее эта книга – это та книга, о которой мы сейчас говорим, которая очень сильно повлияла на историю человечества. Существует такой термин, как Священное Писание. А отец Павел, не могли бы вы раскрыть такой термин, как Священное Предание? Что это такое? Дело в том, что произнося слова Священное Предание или просто Предание, часто у нас возникают ассоциации с какими-то такими второстепенными историями. Вот существует некое Предание о том-то, о том-то. в некотором царстве, в некотором государстве. Но в церковном смысле Предание – это нечто гораздо более важное. Предание – это, как говорят богословы, жизнь Святого Духа в Церкви. Предание – это некая церковная память. Это то, что Церковь получила от апостолов, от Иисуса Христа, даже не посредством письменных носителей, а посредством самой мысли, самого ощущения, самого опыта. И вот это мы называем Священным Преданием. И, конечно, Священное Предание, оно может быть и записано, в частности, сама Библия – это тоже один из вариантов Священного Предания. А может быть, и существовать в качестве устной передачи и передачи опыта. В частности, вот наше богослужение, жизнь в богослужебной Церкви, ее тоже можно отнести к форме Священного Предания. Отец Павел, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был настоятель храма Святой Великомученицы Марины в поселке Бица священник Павел Крысанов. Спасибо, отец Павел. Спасибо, отец Михаил. Всего доброго, дорогие зрители. В нашей постоянной рубрике «История одного храма» пойдет рассказ о храме в селе Мамонова, который стоит на окраине Видновского благочиния, рядом с Мамоновским кладбищем. Освящен храм имени Великомучника Георгия Победоноса, одного из самых почитаемых в христианском мире святых молитвенников за живых и усопших. Церковь, построенная из дерева, является собой образ многих стародревних сооружений, которые возводились рядом с погостами. В 17 ноября на 57-м году жизни отошел ко Господу настоятель Георгиевского храма деревни Мамонова Видновского благочиния протеерей Алексей Волосенко. Отец Алексей прослужил в сане пресвитера 26 лет, нес послушание благочинного Видновского церковного округа, а с 2010 года и до своей кончины был настоятелем храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца села Мамонова Ленинского района. За годы своего служения батюшка снискал любовь многих прихожан, которые приходили к нему за советом и помощью в духовной жизни. Незадолго до смерти батюшки мы побывали у него в гостях, и этот сюжет посвящаем памяти протеерея Алексия Волосенко. Храм Георгия Победоносца в селе Мамонова расположен на высоком открытом месте рядом с Мамоновским кладбищем. Изначально здесь стояла часовинка, куда заходили люди помолиться об упокоении своих родственников. В 2000 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия на месте часовинки началось строительство Божьего храма. Хотелось сначала, чтобы часовинка вписалась в этот храм. Вот она стояла вот на этом месте, где первый шатер, вот здесь вот часовинка. Хотелось, чтобы она вписалась в храм, но приехали рубщики такие классные. Дай Бог им всем здоровья. Некоторых уж нет в живых. Они из Владимира, они, конечно, профессионалы. Они поняли, говорят, эта часовинка не войдет. В 2001 году возведение двухкупольного храма в типичном для древнерусского деревянного зодчества шатровом стиле было завершено. Строили церковь мастера из Владимира. Местные жители и прихожане принимали участие в уборке территории и других нужных работах. Здесь очень много работало людей, которые оставили здесь частичку своего здоровья, своего времени, своих сил, души своей. Храм необычайно уютен и при всей своей внешней малости внутренне совершенно отвечает значению Духовного Дома Господня. А его деревянные стены словно излучают тепло, покой, умиротворение. Деревянный храм они нам напоминают, многим детству напоминают, многим напоминают своих предков. Картинки, вот эти все сказки, вспомните, русские народные. Там всегда деревянные храмы изображались раньше в книгах. Какое-то такое возвращение действительно к корням, что очень греет душу. Согревают душу и множество икон, написанных специально для храма и пришедших сюда из разных мест. Образ святого Ивова Почаевского, жившего в XVI веке, написан в Почаевском монастыре, которым он управлял более полувека, умер преподобный в возрасте ста лет. Долгие годы жизни он посвятил просвещению православных. Среди храмовых святынь есть иконы с частицами мощей преподобных Афанасия Ковровского, Арсения Суздальского и великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы и Московской области. Говорить о нем можно много. Это был римский, будем говорить, современным языком генерал, который исповедовал Христа, за что и был, собственно, замучен. Жизнь великомученика Георгия Победоносца, традиции почитания святого во всем христианском мире отражены в книге под авторством Алисы Волосенко, прихожанки храма. Книжка сама одобрена издательским, допущенная к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. В Мамоновском храме много и другой православной литературы, рассчитанной как для взрослых, так и для детей. Кроме того, на постоянной основе, приходом, осуществляется просветительская духовная деятельность. Встречаясь с детьми, в Развилковской библиотеке, куда приглашаются все желающие, настоятель рассказывает о жизни святых, их подвигах, о значении церковных праздников, о многом другом. Задает вопросы слушателям. С детьми, на самом деле, иногда легче, чем со взрослыми. Как мне очень понравилось на вопрос «Дети, что такое душа?» один ребенок ответил, ребенок ответил, «Это то, что болит, когда все тело здорово». Представляете, это, я думаю, профессор бы иной бы не ответил бы так. В миссионерской деятельности приходу помогает и супруга-настоятеля. Уже несколько лет мы окормляем детский садик в поселке Развилка. В данный момент там около 140 ребятишек. Занимаются в группе не все. Мы проводим еженедельные занятия по закону Божию для самых маленьких, для детей дошкольного возраста. Занятия ведет батюшка. По закону Божию я с детишками занимаюсь, когда есть возможность, каким-то рукоделием. Батюшка церкви Алексей Волосенко. В ведомском благочине более 10 лет он был настоятелем Тарычевского храма. Некоторое время благочинным. С 2010 года Протеерей настоятель Мамоновской обители. За годы его управления здесь образовалась дружная община. Несмотря на то, что храм стоит на окраине, люди сюда приезжают со всей округи. Домашний, вы видите, домашний. Мы как семья одна здесь. Мне однажды спросили, ты ходишь в храм? А я говорю, я не хожу, я живу в храме. Потому что мы постоянно ходим сюда. Моя вся семья сюда ходит. У меня семья очень большая. И снуки, и внуки, и, в общем-то, и правнуки уже есть. Для нас это храм. Мы сюда ходим уже 7 лет. И мы сюда пришли, когда еще у нас детей не было с супругой. Через два года после первого посещения здесь, после венчания, у нас один за другим пошли вот эти вот киндерята. Посещение храма мне дает жизненную энергию, чтобы голова правильно работала, чтобы правильные поступки совершались и в отношении людей, и в отношении самому себя, в отношении своих близких, тех, кто окружает меня. Членами общины стали и известные российские актеры Андрей Мерзликин и Владимир Капустин. В свободное время они помогают настоятелю. С детства как-то вот в жизни моей так складывалось, что я чувствовал присутствие Бога, но об этом то есть как бы не знал, как это происходит. Просто знал, что что-то мне помогает жить и двигаться в жизни. Я в армии покрестился, пришел в храм, покрестился, но и потом как-то, наверное, и сразу отошел от этого, да. То есть не было укрепляющей той силы, руки там священника, который бы меня направил, да, держал бы рядом с собой. Теперь я здесь с благословением батюшки моего родного вот служу, помогаю, в алтаре прислуживаю. Мамоновский храм предназначавшийся для заупокойных богослужений стал приходским. В нем совершаются божественные литургии, венчания, крещения, отпевания усопших. Он стал объектом исследования и местных юных краеведов. Бывая в храме, ребята знакомятся с житиями святых, изображенных на иконах, узнают, почему они стали святыми. Было очень увлекательно идти до этого храма. Я впервые узнала, что он назван в честь Георгия Победоносца. Они тянутся к этому, потому что сказать, как у нас сейчас многие говорят, нашей молодежи это не нужно, это неправда. Нам и нашим детям это нужно. Глубокая история, которую мы должны, и мы обязаны доносить до своих детей. Кладбищенский храм Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых в христианском мире святых молитвенников за живых и усопших, стоит вдалеке от городской суеты. Здесь особенно сильно ощущается вечность времени и жизни и истинный непроходящий смысл. У Бога все живы. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Все вопросы и пожелания вы можете присылать к нам на электронную почту, адрес, который вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие прибудет на всех вас. Царицы Небесной Утешителю души истины и житель сын и ся изданья вольной сотрудящей благимой жизни Богателю приедет и селись окны и очистит и осяг и осяг и осяг и и спаси блажен души вольной 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 вольной